Благовествующий, ослушающий Господи, открой слух принятию всей Божественной истины. Тебе, Господи, слава, Твою Союзу. Слушай, все хорошо, смотри, ты в код. Смотри, ты в код. Садитесь, кому-то, где удобнее, садитесь. Нам надо, чтобы поближе были гости, неудобно, когда кто-то рядом. Посадьтесь поближе. Может, еще кто-то подойдет. Да, 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 все правильно делаешь. Вот, и не видишь разницу в кушку это? Смотри. Вы соседи, живете рядом. Смотри, здесь все равно первый переулок, а потом сворачивайся. Я на ближнем хуторе, а Роман чуть подальше. Потом идешь, идешь по плану. Еще что я рядом с собой. Я плохо слушал, меня на полу. Какое ваше отношение к Богу? Хорошо, хорошо, а я побегу к тебе. Все, давай, ответить даже. Ну как, молитесь, души чувствуйте подверг. Сложно отрицать то, что не познанно человеком. Поэтому, я не отрицаю, потому что не знаю. Ну как думаете, вот человек живет, хорошо или плохо, но старайтесь умирать будет. Я думаю, что человек отлезет на деревья. Приходит время, и он попадает. А потом? А потом, сложный, но тоже не знаю. Не знаю. Потом жизнь вечная. Человек это не просто выброшенный какой-то негодный будильник. Бог сотворил человека таким прекрасным, навечно. Но грех его погубил. И для этого на землю приходил Христос, он за грехи Рима. И зовет к себе. Вот с этой миссией Господь пришел на землю. Верят, не верят. Ну, умные, глупые люди. Но все понимают, что просто так, чтобы жил, помер, это ничего не дает. И в мире много разных религий. Много народов. Если не знаете, я вам просто скажу. 2986 наций. Но у всех есть три момента, которые одинаковые. Разные года, разные отношения к женщинам, к детям, к жизни. Но три момента у всех одинаковые. Первое. У всех вера в то, что был поток. Все верят. Какая бы религия была. Мусульманство, буддизм, христианство, язычество. Разных направлений. В одном только христианстве сегодня разных. Всех толков 21 тысяча насчитывается. Все разные. Тысяча. Вот выстроили в ряд одного. И у каждого в руках будет Игорь. На самом деле очень много ловцов. Да. Второе. Все одинаково верят. Независимо ли это исчисление какое. Когда Новый год. Что неделя семидневная. Вот что удивительно. Все абсолютно на земле верят. Что неделя состоит из семи дней. Это математика чистой воды. Так. И третье. Все верят. Что за гробом жизнь не заканчивается. А будет возмездие за добрые дела и за злые. Что грешникам будет плохо. А праведнику хорошо. Они понимают, что это рай. Другие понимают, что у него гурии там будут. По 485 на ночь. Он уже по-своему воображает мусульманин. Но все понимают одинаково, в этой жизни подлечить нельзя. В этой жизни вот обмануть из-под тяжка, это наказуемо Богом. Пересортису делать, вот что с товарами делают сегодня коррупционеры. Все они будут наказаны. И рисует огонь. Притом все одинаково. Теперь вопрос. Если все разное, языки разные, друг с другом есть народы, не встречались. Сейчас встречают индейские племена, находят в Амазонии. По сегодняшний день еще. Племена брушат. Разные. Там человек 800, вся нация кончилась. Но это у них одинаково. Ученые, антропологи не могли не задумываться, почему все разное, а вот эти три момента одинаковые. Отсюда вывод, что был момент, когда все до одного вот это знали. Что был потоп, и после потопа рассеялись, и в своих сказаниях внукам передавали, что была вода, и плавал корабль, и все утонули, а вот остались от него, мы дальше пошли. Одни говорят, мы от Авраама, а другие от Бегбума. То есть разное там название у них. И японцы все одинаково верят. И все до одного знали, что Бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой почти. Что неделя семидневная. Это как раз говорит, что когда-то народ был в одном месте. А потом это разнесли верами, каждый придумал своих богов, и все остальное разное. Вот у нас же тоже много есть разное, а много одинаковое. Мы все одинаково понимаем, что нужно питаться, чтобы не умереть. Это уже все понимают. И все понимают, даже ничего не понимая. Все понимают, что нужно укрыть всякие погоды. Для этого нужна одежда и дом. Это животные знают, а человек учится. Один шалаш строит, другой как-то. Но все делают окошечко, свет. Все делают хоть как-то другую чуму, но чтобы дым тянул кверху. Так вот, есть общее. Это стремление к хорошему. И стремление к хорошему не только в этой жизни, но и в будущем. Все грешники, да, все грешники. Но как избавиться от грехов? Говорят, рад бы в рай. Да? Грехи не дают. Да. А грехи-то они пускают. Их надо оставить, но они не пускают. А Христос для этого и пришел. Он взял грехи мира на себя. И уны за нас. И нам нужно только согласиться с этим путем Божьего спасения. Это его план такой был. Вот я не могу изменить всю нашу жизнь. Ну, случилось такое. Я безбожник. Я там убил, там другие грехи делал. Я что, в ад пойду? В ад. А Христос пришел, эти грехи взял, как будто он сделал. Заместительная жертва. Ну, делать такое сравнение. Допустим, человек брал в долг, а дать не смог. Проценты растут. Пришло время. У него все подряд. А раньше было как. Живу продать, а даром родился святую детей. Продать, чтобы деньги восполнить. И вдруг находится человек, который говорит, ты мне долгого не будешь сидеть, я за тебя плащу. Но ты будешь теперь моим рабом. Ну, а дальше он покажет. Я тебя братом сделаю. Ты же понравился. Вот это образом, сказал, сделал с нами Христос. Он заплатил за нас, как великий банкер. И мы себе не принадлежим. Я раб греха, теперь раб правильности. У нас желание теперь одно только. Как Бога прославить? Я вот выступаю перед разными людьми много. Я говорю, вот у вас в аудитории были такие, что тысяча слушателей или нет. А передо мной миллионная аудитория. Миллион по интернету слушателей. И людям этим можем мы задавать вопросы и отвечать. Есть такие вопросы, на которые отвечают, а есть на которые не отвечают. Вам, как несанкционному человеку, некоторые наши вопросы непонятны будут. У вас мобильный телефон есть? Вот он. Вот он. А кто его изобрел? Мобильный телефон? Да. А зачем? Не знаю. Я не знаю, как он устроен. Я им пользуюсь. Ну, хотя нет. Ну, не знаете как. Но неплохо бы знать, кто же его сделал. Хороший человек это был для нас. Добрый дел сделал. Да. Хотя, я хочу сказать, я не согласен, добрый или нет. Мне пора хочется его об стену разбить, этот телефон. Понятно. Когда его не было, 20 лет назад у меня телефон был, и у меня жизнь была другая. Понимаешь? Он усложнил мою жизнь. Почему? Почему? У меня появилось больше обязанностей. Я мог больше жить для себя, без него. Это хорошо, что это для себя? Хорошо. Наоборот. Что значит? Он говорит, что у вас требовал? Нет. Подразумевая, что я под себя, я имею в виду свою семью, свой дом и прочее. Ну, да. Но разве этим уже человеком может ограничиться таким узким ареалом? Вас Господь призывает больше? У вас друзья появились больше? Они возбуждаются? Друзей у меня больше появилось. И пусть у меня будет 5 телефонов, у меня больше друзей не станет. У меня было ограниченное количество друзей, а остальные все мои знакомые. Вот вы заметите, вот я сегодня дома нахожусь, вот только я приехал, у меня сразу звонок из Санкт-Петербурга, из Португалии, из Японии, из Манилы. И спрашивают люди, какие-то вопросы, неразрешение для них, я могу разрешить. Мне это дано. У вас есть такая возможность? Да. У меня есть такая возможность, просто Бог дал мне этот талант. Такой талант Бог дает редко, когда, но Он дал его, и я им пользуюсь для людей. Да? Да. Вот приезжают, мы были сейчас в Тобольске, в городе Тобольске, и там у одного человека, очень хорошего познакомления, и он вдруг оказался в Горном Алтае. Приехать, а меня дома нет. Он сейчас таскан блях по телефону, я говорю, я буду только в субботу. Все, я... у меня вопрос про Горное Алтае. Недалеко от поселка, сейчас скажу, господи, на Телецком озере, строят межконфессиональный храм для сохранения мирового наследия религии. Это так? Я просто был случайно там попался, совпало, ехали значит на пароходе, останавливались на базе, отдыхали там служители церкви, и у них там был ужин. Ну вот, как бы, разные конфессии, это правда? Да, да, да. Это и в Москве, и в других городах делаются. Это готовят приход Антихриста, всемирного Машааха, Мессии. Это задумка евреев, это не просто так. И они пока приготовлены в таким виде. Ну, видимо, такая программа есть. Да так. Но христианство, это не та религия, которая может с чем-то мешать. Ей за небо с землей смешать, тем более небо с преисподней. Нет, я вообще считаю, что у меня, я разносторонний подковный товарищ, я очень рад, что я попал на вашу встречу. Я вообще, я убежден, что христианство это не наша вера, то есть, исконно русская вера, то есть, мы друиды верили в солнце, поклонялись деревьям, то есть, мы были вот такими. Это нашим исконным, это нам Господь дал дар через грехов. Да, он этот дар, когда наш царь, батюшка, поехал Византию, у него перед ним встал вопрос, политические вопросы. Какую веру выбрать для своего народа? То есть, это не мы выбрали, за нас это сделал один человек, то есть, со своими боярами. То есть, эту историю я знаю. Он смотрел мусульманство, и роковое стечение красивой одежды православных попов, то есть, все, они его сразили на повал, и мы встали. Ну, правда, он и сам ездил, ездили слуги его. Ну, он там тоже был. Он не был, а потом, когда он корсует завоевывал, он не был там. Вот он за Анны поставил двумя расселиськами вопросами. Поэтому, если Иисус еврей, то есть, а у них вера как бы своя, я считаю, мы не знаем, почему Иисус еврей. Вот почему, что никто за наши грехи не умирал, кроме Христа, только поэтому. Возмездие за грех смерти, вот нужно повторять, не просто я сделал грех, он где-то забыт и стертый, нет, за него придется вечно мучиться в аду. И эту вину Иисус взял на себя, как на песне Акерильном 623. Теперь вернемся к мобильному телефону. Его изобрел Мартин Купер. Мартин Купер. И у меня, я начальник детского лагеря 40 лет, без помощи государства, тысячи детей помнят. Я говорю, везде вопрос детской беспределенности решается сразу, в один год, если сейчас все будут делать, как мы делаем. Так мы говорим, дети, какой этот умный Мартин был. Как он был, да он есть. Давайте за него помолимся. В ребенке должна рождаться радость от благодарности, что до прихода его в мир, Бог так все это устроил, такие деревья, так мир этот украсил, что ребенок он не покинут, и он ожидаемый был здесь. Кто-то придумал окна, двери, как вверх печь. Этого ничего не было когда-то. Когда-то, да, и одежды не было. Вот этот компьютер. Теперь он, Игорь Макс, но. Бравь мой принес. Здравствуйте. Игорь, Игорь. Благодарю вам, Игорь, за вашу заботу о нас. Ваши советы, все помогли. Так вот, второй вопрос. Кто изобрел интернет? Так, поднимайте руку. Наши дети знают. А у меня дети в лагере, все знают. Они говорят, Тим Бернессли. Это Тимофей. Я к чему рассказываю? Что, воспитывая ребенка, мы должны переводить его на вторую стадию молитвы, благодарения. Какой Тимофей был умный. Сколько он голову ломал, как этот интернет сделать. А он еще жив сегодня. И главное, что из всех изобретателей, он самый бедный. Он ничего для себя не приобрел. Хотя у него, конечно, он миллионер. Вот, Господи. Умный какой он. Дети, давайте поблагодарим Бога, что нам хорошо с интернетом. Конечно, не пакости какие-то, а когда мы знания берем, в Google заходим. Это у нас современный праздник, Игорь Петрович. Хотя я, насколько я знаю, то есть, да, вы же раскольники, да? Тома? Нет. Или нет? Тома, и мы православные. Нет, православные, но когда церковь развалилась в свое время на две части. Вы, наверное, вообще постарабляйтесь? Нет, нет. Я не знаю. Нет, нет, нет. Мы самая настоящая патриаршая церковь. Это мы ходим, мы в гости приехали. Сейчас соединение, сейчас нет, все заубежные. Мы, Батюшка, в патриархии. То есть, произошло что? Ну, мы можем, если уже на ту тему пойдет, а мы кресеем? Как кресеем все? Мы, мы выходим. Мы, с детства, трющина, у нас в корне старая, я сейчас говорю, на группе. Да, но мы не выделяли эти инферсы. Да, равно спасительно. Равно спасительно. Я думаю, что на этом вот так, он, и с Сергеем Родичем, это на насчет сбори. Это не 25-я, а 125-я. Это не осуждается никакой. В свое время просто уходили от прогресса. У меня знакомая, очень хорошая переписывается мусульманка. Просто замечательная женщина, прекрасная. Насколько она образована, она 4 языка знает совершенно. Арабский, а она в Баку. Преподает в университете теологию. И она постоянно ко мне обращается. Отец Игнатий, отец Игнатий, учитель. Какое участие мужчины должны принимать в воспитании детей? Все места из Библии. Кто-то более поисковик, сейчас легко работает. И она тоже со своим преподает. И ведет своих студентов в православный монастырь. Ее уже сколько раз свои имамы наказывали. Добрый день. Нас объединяет чувство любви к Высшему. К Богу. И я поставил такое. Если вы приедете, она собиралась в гости. То беседовать будем только о Риме 6.23. Вся Библия разбита на книги. 77 книг на главы и на стихи. С ней я выбираю только один стих. Вот этот стих. Он звучит так. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар. Это дар. Даром Бог дал веру во Христа. Человек никак не может осознать даже на уровне того, что видит, что он смертен. Лев Толстой до конца думал, ну может же природа сделать исключение, чтобы не умирал, ну хотя бы один Лев Николаевич. Его уже 82 года, он никак так и не смирился и помер. А почему смерть наступает, никто не знает. Конец смерти. Я знаю. Почему? Почему смерть наступает? Да. Прекращается деление клетки в организме. Все. И все, да? Да. Организм начинает стареть. У вас у меня уже начал стареть. Так, посмотрите. Практически у всех сущих, кроме вот одного молодого парня. Мы все начали уже, увядание началось. Что интересно, когда делают опыты на мышах, лекарства применяют, потом на крысах, на свинках и применяют к человеку. И вот узнали старение клеток, добились старения, клеток нет. Все время идет обновление. Абсолютно здоровая в стерильных условиях мышь. Играет, бегает, приходит в руки 2 года, 4 месяца. И вдруг она погибает. Ученые встали в тупик. Какая причина смерти? Все, что наработано было столетиями, причина смерти, отпадает. Там этого не было. Почему она умирает? Опять вопрос тот же самый остался. Все абсолютно. Старение клеток полностью исключено. Обновление идет. Но они умирают. Ответ один. После согрешения вся тварь подвержилась удару. Вся тварь совокупности на этой мучается. Смерть прошла в мир. Потому что Господь Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И человек умер. Возмездие за грех, что человек умер. Это не болезнь. Это духовная смерть. Это интересное. Тут уже старение клеток и все подходит под это. Вот, когда началась перестройка, и даже немножко чуть раньше, вышла книга Чингиза Айтмата Плаха. Кто может читал? Там главный герой христианин, Аристарх. А его литературная газета там спрашивает. Ну вот вы все-таки мусульманин по правительству. Он говорит, да я мусульманин. А почему главным героем романа исключительно популярного? Тогда его принимали, покупали шкуп по 100 и раздавали всем. Вот. Фильм поставлен по этому роману. Он говорит, Магомед, то есть по их Мухаммад. Мухаммад много хорошего сделал. Но умер за людей только Христос. Он, как писатель, герой социалистического труда. У него брат с ним встречался лично. Возмездие за грех смерть. И это надо принять, усвоить и сказать, а могу ли я избавиться? Вопрос один, что умираем, это все понимают. Но за гробом есть другая жизнь. Это переход. Всего лишь только переход. Смерти нет. Почему? По-разному умирают люди. Вот небольшой пример. Был такой отъявленный атеист Вольтер. И он дал завещание. Когда я буду умирать, чтобы ни одного ксенза не было. Попа. Если я буду звать, вот я завещание делаю, не верьте мне. Если я буду говорить, что я отрекаюсь от завещания, что я с попами дела не имею, не верьте мне. Подписал. Все поставили. Нотариум заверил. Все. Но вот пришло время смерти. Болел долго. У него оказалось друзей много, но в этот момент выболел всех друзей нет. Дежурят из особого отдела католической церкви монахини, сестры Милосердия. И врач Траншен. И вот дальше теперь только сегодня приоткрывается. Когда он увидел, что рядом смерть, он увидел, а он против Бога, такие статьи писал. Он богохульник был ужасный. Просто страшный. У него вид такой был страшный. И так и случилось. Католическая церковь его Анафина предала. И вот он видит демона. Демона с огнем. Ключами его хватает. Он кричит, вызовите священника. Я отрекаюсь, что написал. Уберите, ему показывай. Ты сказал, если я буду кричать, не верьте мне. Везде стоит пищать. И не могут ничего сделать. Он кричит. Он умоляет. Он заламывает руки. Все бесполезно. И он умер. И вот врач Траншен, которого многие умерли на руках. И он говорит, я видел тысячи смертей. Там при битве в оторву, везде. Но такую смерть я видел впервые. Смерть верующего человека – это тихая гладь озера. И смерть Вольтера – это бурный океан, выбрасывающий им и грязь. Наступило возмездие. А когда сестру милосердия позвали опять к умирающему, что там дежурило, подавало, она задала вопрос. А он верующий. Ей сказали, вам разницы никакой нет. Вы обязаны, она говорит, никогда. Но вы подписались, что вы обязаны ухаживать за больными. Да. Но я не говорила, что буду рядом с тем, вокруг которого демоны. Я претерпела такой страх, я могла сама умереть рядом с ним. Так что все эти игры с безбожием кончаются здесь на земле. И очень быстро. То, что ты не веришь, что ты мастер какой-то, все вылетит из головы. Там ничего нет. Весь мир приобретешь, в душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою? Вопрос так стоит. Это мы только думаем, что да, вот я что-то знаю. А что Туполев меньше знал? Генеральный конструктор в советское время. А почему он верил? Почему Павлов Иван Петрович, лауреат Нобелевской премии, физиолог номер один, почему он глубоко верил в Бога? У него был такой случай. Он сидит в Евангелии крупной, там, глаза уже были. Сидит и читает. В Петергофе было. Подходит рядом садится матрос. Он не знает, ну дедушка с бородой больше чего-то. А ведь там Евангелие. Ты, дед, что читаешь-то? Да, Евангелие, сынок, читай. Эх, темнота. Встал и ушел. Темнота. Человеку, которому равных в мире нет. Перед ним даже Эйнштейн ниже. Вот сегодня суждение о вере людей, которые никакого опыта не имеют в духовной жизни, они не знают. Допустим, рассуждать о неверующей жизни многие безбожники могут. И верующие могут. Почему я был неверующим, стал верующим. Теперь я ту жизнь знаю. Я запивался. Я то делал. Я воровал. Я лгал. Лжи не изменял. Много можно сказать. Кроме того, в душе не было покоя. Но вот я уверовал. Я могу написать сегодня книгу о том, что я испытал. Я вот обратился к Богу 27 сентября в 17.00 1962 год. Что Бог, если я с детства знал. Но сознательно через книгу Библию он оставил лежит. Я обратился в этот момент. Говорят, ну какое-то у вас несчастье было. Ну, горе загнало вас туда. Это про кого-то, но не про меня. Да, бывает так. А что? Я спортсмен. Я занимаюсь боксом, стрельбой. Почему я с детства мечтал стать террористом? У меня любой мечты не было. Я все положил на то, чтобы стать террористом. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Я был политически подковом с 5 лет отцом моим. Он инвалид войны. Стронно рассказывал раскулаченный. Так у вас тогда что? В это время я учился в высшей мореходной школе. Добился разрешения. Добился сдать 3 курса за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. Передо мной открывалось широкое поприще. И вдруг Евангелие. И я понял, я пшик, ничего нету. 5 минут достаточно было, чтобы я переродился и родился свыше. Я встал с молитвы абсолютно другой, как сал, который пал и стал павлом. Теперь есть такой лоцманский катерок, он привозит из берега. А корабль встал на рейде. Меня только привезли такой борт с прорезями, чтобы волна стекала. Называется там фальшборт. Я переступил и первому матросу говорю, мы живем неправильно. За нас Христос умер. Если не покаемся, мы все погибли. Это я узнал в первую вещь. Второму человеку, а в это я член судового комитета, у меня прекрасные характеристики от начальника каравана кораблей. Меня в один день переквалифицировали, сошел с ума. Сразу же. Сошел с ума в том смысле, что поверил. Мне в дурдом не поместили. Дальше. Я не пользуюсь авторитетом. Характеристика была неделю назад только. Пользуюсь авторитетом, член судового комитета. Честно, не пью, учусь. Здесь все сразу пошло по-другому. Почему? Меня Бог избрал. И как рожденный по плоти тогда, к нам рожденного по духу, так и ныне. Для меня начались скитания. За моими плечами пять тюрем и лагерь смерти. Я вышел чудом живой. Я теперь определенно могу говорить, что слово моё достигает людей. Я стою в тюрьме, подъем в шесть. Я всегда стою ровно в четыре. Задача – никогда днем не ложиться за верхней кровати, это шконку. Я усыплюсь, чтобы только не упасть днем. В одно время, по-моему, часы спирали охранники, там соберутся, вот смотри, лежит, не шевелится. Сейчас 4-0-0 он встанет. Точно встал. Как это? Ангел будил. Я в день, пятый раз становлюсь на молитву. По полтора часа. Вещан с восьми до десяти, камера открыта, охранники с двух этажей собираются, камера в полном молчании. Один читает Евангелие, я рассуждаю. И тут же со мной в камере преподаватель второй группы космонавтов. Можете представить, что это за человек? Он и всех космонавтов в лицо знает. Ну, а через него я знаю. Теперь судится большая группа директоров, и, как говорят, за Пароза, за главу, это директор Мамонтского комбината «Север». Там первосекретари, там все это с деньгами связано. Полное гробовое молчание. Я два часа проповедую. Ложаться спать, я встал на молитву. А утром камера, ну камера огромная, там 60 с лишним человек, там в три этажа шконки, подходят заключенные и говорят, вчера ночью вы молились, шесть или семь человек становились на колени вместе с вами молились. Можно я тоже встану? Я говорю, можно, только ты должен пересмотреть жизнь. Как? По порядку. Ложь от дьявола, правда от Бога. Ты лгал следователю? А как же? Что я ему буду говорить? Ну, если скажу по правде, мне расстрела мало? Не пойдет. Ты должен раскаяться в этом. И в наследстве ты должен или молчать и говорить правду. Два варианта. Молчать можешь, но лгать не имеешь права. Так я уже солгал. Ну, если солгал, значит, по лжи своей пойдешь служить туда. Тебя туда не выйти. Так а если я скажу? А скажу, я не знаю, что будет. Я знаю, надо говорить. Он пишет заявление в прокуратуру, следователь приходит, и он начинает. А ему выдавать приходятся большие шишки. Это куда приборы делись? Это захватил там чуть не до генерала КГБ, всех начали метелить. Ему три года условно дали всего лишь. Вся фирма знает и думает, а там они любят опасность со стороны. Будто я открыл ворота и всех грузников упускаю на свободу. И где они появились, уже они знают. И сегодня, когда я работаю с преступником, они знают, я ничего не могу сказать. Я знаю, о чем он думает. Это дал мне Бог. Вот сейчас, за три дня, три дня мы здесь. Новосибирск область проходит. Все районные центры. Я туда отдаю в библиотеке книги, которые написал 38 книг. Томов. Каждая книга 752 страницы. В каждую библиотеку. 51 район в Алтайском крае пошли. До Байкала большие города и меньшие. И до Москвы через Челябинск и верхом вернулись. Вот только за это мы прошли полтора миллиона пожертвов. У меня ничего нет. На полтора миллиона. Зачем? А вы бы видели глаза людей, вопрос не приходится. Как? Это православные. Да их нигде не слышно. А диссектанты? Откуда вы пришли? Почему раньше не были? Я вижу счастливые глаза людей. Нас сегодня как провожали. Одна из них, у них на втором этаже музей. Маслянина. Она на шаг не отходит. Ну пойдемте, посмотрите, что у них там старинные там эти ручники, прялки, скалки. Ей надо показать. Говорим о Боге. Как наши прародители жили. Сколько в них добра было. Какие они рукоделия знали. И все это показывает книга там старинная где-то. Все строилось на вере в Бога. Человек идет. Бог помощь. А сегодня он убедить тебя дома нет. Он картошку выхопать старается у тебя. Утащить. Так жить нельзя. Так как сегодня люди живут. Только отживать можно. Я жил, не жил. Ездил много по Америке. Меня возили там по миссионерскому фонду. У них по другому подходит. Это образно выразить так. У тебя сын. И ты хорошо работаете. У соседа дела не ладятся. Вот у нас так. Сделать так, чтобы он был такой, как ты. А этот в Америке. Он, оказывается, сынок. Смотри, вот как работает Иван Федорович. У него дело идет. Да мы поднадужимся. У нас тоже пойдет дело. То есть поднять до того уровня. У нас принизит всех. Вот революция всех подровняла. Какой у меня талант. С моими талантами я никому был не нужен. Совершенно. Но единственное место где-то на тюремной горсошкомке помирать. Туберкулез глотать. Но Бог открыл. У нас да, плохо. Перестройка. Плохо. Неправда. Но мы организуем православную деревню. У меня 40 лет я начальник детского лагеря. Я выпустил такие книги, которые на столе у президента. Ему подарил. Медведеву, патриарху, священникам. Эти книги в интернете. Книги, возрождающие жизнь. То есть я уже определяюсь. Прежней жизни мне не надо. Плохо сейчас. Но я на свободе. Видите. Рассуждения очень простые. А как вы могли сдать? Бог дает людям расположение. Благодарю за помощь. Кто помогал. Кто мало. Кто много. Вот представьте. Моя книга. Попадает. Тут маленько раньше история. Один большой такой. Не предприниматель его назвать. А он называется президент химической компании. У него на западе замолзли. Там видимо миллиардер. Для него это мои расходы. Это пшик. Но жизнь наладилась. А жизни нет. Внезапно попадает вся его машина по другой машине. Жена и ребенок погибают. Ребенку кажется 14 лет. Фамилия его Сокол. Вот теперь он понял. Что наступает другая жизнь. У Юрия Бондарева. Он коммунист. Но в рассказ пишет хороший. Берег. Когда погибает ребенок. Полный отчаяния. А ребенок то один был. Игорем звали. И вот едут мимо храма. Я к этому вернусь. К Соколу. А сначала это скажу. И жена ушла и долго в храме. Было-то где-то в 80-е годы роман вышел. Еще советская власть была в силе. Ее долго нет. Он сидит печально. Все представляет. И вдруг жена возвращается из храма. И он видит у ней слезы на глазах. Она говорит мужу своему. Бабе. Валентин. Надежда есть. Наш Игорев жив. Кто тебе даст это утешение. Он жив. Будет встреча с моим сыном. У нее нет другой жизни. В поздние годы родился единственный сын. Он подавал огромные надежды. Он на конкурсах везде. И вдруг он погибает. Погибает под пьяным шофером. У них только один вопрос. Почему этого хулигана рядом не задавили? Почему мой Игорек погиб? Ему все радовались. Он на олимпиадах везде победитель. Почему? Ни одного ответа он не получает. И он стоит перед пактом. Стоит ли дальше жить? И вот так этот сокол. Он решает построить храм. Борис Александрович. И он строит храм. И в этом храме служит наш друг. Отец Иоанн. С батюшкой они больше тридцати лет знакомы. Тридцати лет. И ему попадает одна моя книга. И он сразу финансирует и заплатил. Вот Бог внезапно дает. И все поворачивается. А когда в пути человека угодны Богу. Бог врагов примиряет с ним. Это из притч Соломона. С Богом человек непобедим. Вот я когда... Но меня сажали. А за что? Вот недавно была статья. Тридцатилетие публикации первых глав архипелагов ГУЛАГ в новом мире. Тридцатилетие. Впервые. И вдруг сразу опровержение в газете. Это неверные данные. Это неверные данные. Ровно на 10 лет православный проповедник из Барнула Игнатий Лапкин, это я, на полную всю страну архипелагов ГУЛАГ начитал аудио. И у меня в том студии было 15 магнитопонов на двух дорожках. На скорости 19. А прослушать на 1 на 47. На 10 лет. Ну а Даша брала интервью угрессивных меня за решетку. Но я не жалею. Потому что перед этим у меня было насчитано 49 томов книг. А их больше нигде нет сегодня. Только на моем... У кого есть? Они с моего сайта скачивают. Это вот Библия. 12 томов Златоуса. 12 томов Жития Святых. Я ничего этого не смог бы сделать, будучи неверующим. Я умер бы не то, что там... Я вообще не раскрывшись. Откуда бы я знал, что во мне есть? У меня друзей... Даже перечесть нельзя. У меня врагов в море. Но враги делаются друзьями очень часто. А друзья врагами. И все это в Боге. А Ваша реакция? Я за все благодарю. У меня такое призвание. Я благодарю. А после этого захожу в храм. Люди падают в ноги на улице. Хватаются у меня сапоги чиненные. Простите, на Вас говорили. Батюшка травил. А я узнал, вы никакой не сектант. Простите, плачет. Да мне разницы нет, кем ты меня считала. Баба, встань. Я же ничего на тебя не имею. Тем более, я многое не слышу. И что говорят? А я не слышу. Я к ним обращаю. Так про тебя сейчас говорили плохо. А я не слышал. Мне хорошо. Даже моя глухота мне на пользу служит. В Боге. Однажды патриарх Алексей Второй сказал, нужно человека реставрировать заново. Я тоже дал опровержение статье. Человека нельзя реставрировать. Он мертв. Притча о блудном сыне. Вот картина Рембрандта. И говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Человек мертв по преступлениям своим. Эфесянам 2.5. Умер. Человек, который не верит в Бога, он не верит не потому, что грамотный, умный. Нет. Один ответил безбожник так. Мы не верим, потому что привыкли жить по своей злой и развращенной воле. Чтоб совесть не мучила. А у человека верующего совесть все время на страже. Она обличает. Я на молитву иду. И особенно у православных я иду на исповедь батюшки. Я должен все сказать. Я могу лукавить перед женой. Человек так устроен. Верующий не может. Но все-таки. А перед батюшкой, если я буду лукавить, да как ажи исповедь-то? И исповедь предполагает полное раскрытие души. Что же я делал? А теперь он знает. А священник подклятывает, что никому никогда этого не должен сказать. Я знаю. Я сказал, умер. И властью данной от Бога он разрешает от грехов. Я причащаюсь. Вот это ощущение полноты счастья света в душе после мрака, темницы, неверующий никогда не испытает. Он не понимает этого. Вот почему я верующий. Почему я люблю Христа. Он умер за меня. И кровь свою провалил страданием на кресте и меня наскупил. Это вера. А у людей, у которых природная вера языческая, в России были там ниртуны, разные перуны. Пусть даже и хорошо, но все это временно. Это заблуждение ведет в ад. Язычники и доллокологники все будут в аду. Я встречаюсь с любым человеком, где бы ни был, я первым делом пытаюсь узнать, верующий он или не верующий. Если он верующий, молится он или не молится, или просто называется обрезанного там мусульманин, он больше ничего не знает. Воучился пить тут. Русские женщины доступны. Эколы мне платить. Чего ему тут не жить-то? А ребята красивые, чернобровые, тут их любят наши женщины. У него денег много, он торгует 80 шашлычных у него, он тебя под ногой заберет. Они не так, как он прирежет. Но когда я узнаю, что он молится, у нас другое отношение. Вот мы едем через Баку, в советское время. Это где было? Видимо это на 75-76 год. Мы видим, мусульмане растели, называется как ковер, на стархан у них, не только для обеда, и встали на молитву. Мы мигом одеяло у нас с тобой, байка, мы раскинули и тоже встали на молитву. Рядом идет медицинер, он как будто нас не видит. Попробую я сделаю в нашем, в советское время. Раз, гражданин, от общественного места, вы нарушаете статья 122-я, уголовная позиция. Ну, я просто знаю статьи. Там никто не трогает. И вот мы сейчас дорогой ехали, нам время молиться, мы выходим, а мусульмане работают рядом. Мы расстилаем тоже свою палатку, у меня 2х2 армейская палатка, и молимся. В обиду меня православного мусульмане никогда не даст, потому что я молюсь. Я сейчас прохожу, вышел с собакой гулять на заправке. Это было в Черепаново, кажется. А они наверху там работают, что-то делают-то. Я кинул головой, и они все закивали. Я проходил с собакой, перекрестился, как они все выскочили. Они мне не враги. Но им я могу сказать то, чего у них нет в Коране. У меня один том, каждый 752 стратегии, полностью посвящен Корану. По сурам и аятам я делаю сравнение с Библией. И что за 1300 лет о них было сказано. Книги это не просто я верующий учу молиться там. Нет. Они охватывают все. Политику, экономику, социологию. И когда мусульмане считают, как с ними работать. Какой аят показать, что это ошибочно, это неверно. С Богом. И они понимают это. Да. Ваша вера, если Христос будет судить мир сильнее нашей. А у нас так и написано. Христос будет судить этот мир. Мы ждали еще друзей, знакомых, хозяина. Вот или нет, так побеседуем. Это мы говорим о поездке сейчас. И вот представьте, я выявился. А в чем ваши книги? Оказывается, Путин держит по строжайшим контролям все везде. Он бывший полковник АГБ. Ему помогают у него советники прекрасные. Все абсолютно. Книги не экстримист. Нет. Мои книги в библиотеке номер один Ленина. Номер два библиотеки парламентская. Историческая в Москве. И все города имеют. Я доказал сразу им. Церковь от церкви благодарность. Православный. А почему вы не так говорите, как батюшки? А я говорю так, как в Библии написано. А батюшки подтянутся к этому берегу. У нас все делается бесплатно. И люди это понимают. Даром получили, даром торопились. А я вот скажу, о чем написано? У нас в лагере лозунг. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. Другой страны земли мне Бог не даст. Это мой народ. Я своим талантом желаю ему послужить. Я напишу любую книгу, и она со мной вместе умрет. Мои книги на столете опередили время. Это все понимают. Если их считают заключенные, они перерождаются. Он выходит совершенно другим человеком. Почему? А он видит, что я оттуда, и я знаю, и рассказываю то, что у него болит. Я вам сегодня рассказывал. Один случай у меня был. Тюрьма-то наша одна. И в этой тюрьме я 17 лет помогаю заключенным. Вот. Барнауле. 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 Новосибирске. Барнауле. Зачем? Барнауле. 17,34. И вот начальник тюрьмы говорит. У нас, говорит, тут неприятно. Вот давали. И вызвали ОМОН. Но они как всегда переусердствовали. ЗОМ. Видели. Там не допустили, а тут допустили. Ну и объявили голодов. Около 20 человек в третий день. И понимаете, далеко уже известно. Родственники узнали. И сейчас мы не можем их вывезти, ничего сделать. Я говорю, вы меня запустите. Запустите? Да вы что? Там вообще дверь открыть нельзя. Это звери. Там по 6 сходок. Ну страшно. Я говорю, я сделаю вам подписку. Что? Вы за меня не отвечаете. Самой Бог. Ну хорошо. Вы зашли, вас убили. Значит, Господа Бога будем спрашивать-то? Мне надо теперь убедить начальство. Поговорили, лежу между собой. Не знаю. Не знаю. Вы же тоже рецидивист. Да. Вот это сыграло. Я рецидивист. А они уже все знают. У них радио работает, будет здорово. И всех, кто с кем говорил, уже знают, что я стою здесь. Мы еще не зашли, они уже ждут. Открыли дверь. Зашел. Обстановка действительно накаленная. Все стоят и смотрят. Дверь сразу захлопнулась. Там с собакой, помню, стояли. Там офицеры стоят. И что будет? Проходит час, второй. Тишина. А те не знают, что. Ну, гляма-то. Один встал спиной, закрыл. В глазок ничего не видно. Вечером уже при потелках начальник звонит. Начальник РОР. Режимно-оперативная работа. Вся камера вышла из голодовки. Это что вы сказать могли? Я прослужил здесь всю жизнь и не слыхал такого. Я говорю, очень даже просто. Я каждого спросил. Вы желаете выйти на свободу? Простой вопрос. А кто отец не желает? Вы же тоже желали? Да, желал. А скажите, мертвый выйдет на свободу или нет? Мертвый не выйдет. А туберкулез съедет? Да вот они пятая, чехотышная. А тут никуда не уйдешь. А когда человек питается или не питается, кого больше туберкулез хватает? Ясно дело, когда поддержки нет. Вы уже три дня. Из нас уже минимум двое заразные будут сегодня. Вы что делаете? Я ему показываю свое знание и соучастие. Теперь обращаюсь к орхипелагу. Солженицын говорит. Голодовка имеет смысл только в одном случае, если воля поддерживает тебя. Там будем мы идти, ходатайствовать, громить. А если никто не знает, да сдохнет и собака, на одном преступника меньше будет. Вы согласны, да? А вас кто-то ждет на собаке? Ну да, жена. А он говорит, я жену умер, у меня никого нет. Дед, да сын-то она давно уехала. Ну, собака хотя бы там, щегол в клетке. Да у меня есть там одна подруга. Значит, у каждого кто-то есть. И они вас ждут. Давайте так. До вечера вы поститесь, не голодовка. Вот голодовка сейчас закончилась. Сейчас я помолюсь, и голодовки у вас не будет. Вы будете поститься, из камеры не выходите. Вечером выйдете. Объявите, что голодовка окончена. Я сейчас уйду. Но завтра суббота, а после завтра воскресенье, как раз перед Пасхой. Это будет пост вам по спасению. А я иду в прокурору края. Он у меня друг. Один из самых близких друзей. Очень близкий мне человек. Крайовой судья. Законодательное собрание. Главе администрации города и края. Ну и напишу прокуратуру. Теперь что нужно. Мыло там говорили. Купайки. Ну и динамики. Я 56 динамиков сразу. Я по 3 радиопрограмму делал. Все сделал. Достал. Так они на улице встретятся. Когда сегодня. Вы посмотрели. И вы никогда не держите. Вот такой здоровый идет. Вот так вот. Бутылку сзади держит. Борода. Здорово. Мне к вам подходить нельзя. У меня бутылка. Но я совсем мало пью. А это вот у меня жена теперь вот. Как вы нам приносили тогда? А мы накупили яйца на Пасху. Покрасили. В каждую камеру. А он стоит сам весь синий. И сколот это. Яйцо целует. Я вижу у него слезы. Они понимают. Я успел. Кормушка открыта. Несколько слов. Бывает что-то судит. Я говорю. Мне нельзя брать. Я возьму письмо. У меня через забор. Я имею доступ к смертникам. Я один единственный в крае. Кто имел. Через прокурора края. И они это знали. Я не раз попадал в переделку. Когда с ножами останавливались. И в это время кто-то говорит. Это он сам. О ком рассказывали. Они сразу отступили. Тебя дорогу еще охраняют. Сопровождают. Так у газа было. Я испытал великую силу моего Бога. И в вузах. И на свободе. Верующим быть везде хорошо. Но главное что я смерти не боюсь. За меня смерти нет. А вы чем ближе будете к смерти. Чем богаче будете жить. Тем будет в нарастающий идти. Крещенда как говорят. Страх смерти. Все оставить. Кому? Как? Что дальше? Этот вопрос будет тебя знобить. Бросать в жар. А у меня ничего нет. Я каждый день смотрю на зарю утреннюю. И думаю. Не сегодня ли Бог отзовет меня. Там Царство Небесное. Мои родные. Там апостолы. Божья Матерь. Вечером я опять смотрю на закат. Господи. Может в эту ночь ты отзовешь меня. Мне 74 год. А я мотаюсь по всей стране. В каждую библиотеку отдаю свои знания. А то вы книги хотя бы. Принеси. Тома три. И новый завет. Трехтомный. Который можно даже приобрести. Книги просто какие попало. Президенту не дарит. Они подарочные. И там сказано такое. Чего он искать будет. Смертный час. Вот видите как. Путин говорит. Мне подарили библию. И когда я лечу в самолете. Имею возможность посчитать. Пойми. Читает он или нет. Он имеет возможность посчитать. Правильно. Но считает ли он ее. И мне говорят. Вы подарили книги. А читает ли он ее. Да Бог его знает. Так. У тебя этого нету. Второе издание. Надо положить сейчас. Какое есть. Что есть. Хорошо. Кто может. Видите. С одного издания достать. Вот посмотрите. Это тридцать того. Открытым оком. Вот это вот. Что я говорю про мусульмой. Нет. Не мусульмой. Нет. Все книги сшиты. На обшитной бумаге. Вот. Нет. Это его уже книги. Открытым оком. Это вопросы. Которые мне задавали. Я в пяти университетах вел занятия. Три раза программы. Во всех отделах милиции. Воинских частях вел занятия. И вопрос. Мне были всякие разные. Теперь. В Новосибирской областной библиотеке. Мои книги. В Новосибирской научной библиотеке технической. Тоже полно 38 книг. И в Новосибирской областной юношеской библиотеке. В трех библиотеках находятся мои книги. Так что свободно можно брать. В этих книгах 3467 моих стихотворений. 80 из них положено на музыку. Откуда бы я знал, что у меня есть? Это Бог дает. Я сейчас стихотворения свои беру, читаю и от руки переписываю. А они мне как будто первый раз. Там всегда двойной, тройной смысл экстраполяции той временной, на сегодня и конкретно каждому человеку. У меня есть такое стихотворение. Пример к себе своим воображением. И там последние стихи так звучат. Я умираю. И как мне это видится? Пока не отвлекитесь, потом посмотрите. Я с Моисеем на своей вершине. Последний раз гляжу из-под руки. Родись с собаками, с биноклями в машине. Мой след выюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел, не досягая вам. Прощай земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всю межу. Там есть такое выражение. За мной доик. Бешеный Саул. Они разведаны, что я и меня мёд акриды. А штаб-квартира из Барнаул. В газете это опубликовали. И эти стихи. Вот они здесь. Вот где игла. Это песня «Игнать и лапки». У меня одно стихотворение было написано 9 лет назад. Но я забыл про него. Вот это переизданное второе издание. Новый Завет. Давайте покажу вам. Вот этот трехтомник послан Путину Медведеву. Вы просто со стороны гляньте, как эти книги выглядят. Вот чтобы издать этот трехтомник, всего-таки 2 тысячи экземпляров. Стоимость завалила на миллион. Пока я издавал 8 лет книги, 19 раз стоимость поднималась. А сегодня бумагу. Вы не думаете, что бумагу в Китае делают? Потому что продали все. Лес везут туда. А теперь любую все равно нам диктуют. Ну и видите-ка. И в них мы раскрасили за несколько лет гестава дары. Посмотрите какие. 240 иллюстраций цветных. Полный лист. Это вот кто желает сегодня, можете приобрести. Полторы тысячи критомов. Это я как-то привозил. Посмотрите. То есть это издание «Полное толкование Нового Завета» впервые за 2 тысячи лет вышло с откровением. За 2 тысячи лет. Посмотрите, я главный комментатор. 297 комментариев. Патриарху послана. По благословению и так далее. Как издано. Я сам не встал. Посмотрите, какие нужны буквы. Они большим размером. А вот вы прочитаете слово от этого стихотворения? Можно я не буду читать слово? Громко что ты? А? Громко можете прочитать? Можно я не буду читать слово? А, не можете. Давай к вам попрошу. Это стихотворение не мое. Читайте кто? Двадцать? Почти 9 лет просидел в вузах. В тюрьмах. В тюрьме умер. Так кто желает тут прочитать стихотворение? Ну, Виктор. Ну. Давайте я прочитаю. Давай. Кто умеет читать? Вот это стихотворение. Послушайте, какой смысл заложен. Этот человек написал, находясь в лагере смерти. И оттуда он не вышел. Христос воскрес. А если бы не так, то все бы светлое давно окутало мрак. И солнце правды не узнали бы мы, и не было бы выхода из стены. И если б он из гроба не восстал, нам чужд был бы высокий идеал. И даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив. А если он не жил, то мир давно б уже похоронил. Живое все, что есть в душе у нас. Пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой, то и сейчас бездушный сандукей мог правду скрыть под грудами камней. Та весть прошла через грани всех веков и через границы всех материков. Но ни варварства, ни варварства, как видим, ни прогресс, не заглушили песнь. Христос воскрес. Сколько торжества здесь. А что может сказать неверующий? У меня одно стихотворение есть. У меня на кораблях плавал. Корабль наш тонет. И последний стихотворение, последний куплет такой. Когда мой корабль опрокинет пучину, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. В этом есть смысл. У неверующих все по-другому. Вот я с такими людьми был, настоящие герои. Но он без веры в Бога. И наконец он в изнеможении приходит и падает. Отец, как они бьют? Я не выдержу, повешаюсь. А почему они тебя бьют-то? Ну, спрашивай, третий раз сижу. Так задел или нет? Да, этот проклятый Барнаул Яма. И ехал с женой. Какой дьявол меня вывал из вагона? Вышел купить там папиросы. Меня сразу схватили. И сколько товарищей. Весь день ездил по Союзу. В Барнаулы только вышел и сразу схватили. Барнаульская гестапо работает на полную мощность. А ну не гестапо. Просто хорошие люди вас нашли. Ты бы никогда о Боге не услышал. Ты сейчас слышишь. Ты счастливый человек. Я тебе о Боге рассказываю. Вижу мало-мало, мало-мало помаленько. А уже больной. Глаз один не смотрит. А стать не может. Есть надежда, Алексей. Господь любит тебя. Ты принеси раскаяние. И Бог осветит мрак твоей души. Есть такой один рассказ. Был очень грозный грабитель, убийца, разбойник. Просто богатырского роста, два с лишним метра. Как Валуев. За ним числило бесчетное число смертных случаев. И вот он арестованный сидит. Все время закованы. Ноги закованы. Приколаны наручники и здесь. И однажды дверь открылась. Ему подают там, что надо, вытащили от него и все. Не заходит. Дверь открылась и тут же закрылась. Перед ним стоит молодая женщина. Он долго смотрел на нее и говорит, да я знаю, кто вы. Вы дочь губернатора. Вы проповедуете о Христе, о котором я слышу, ничего не хочу. Она говорит, а почему вы меня не пригласите сесть? Она говорит, еще ни один человек не решался сесть на мою койку. Показывает. Одним ударом мозги на стенке будут. Но если вы разрешите, я сяжу. Вот так и опешил. Она, женщина, сядет на его кровать. Она села. Вы все лжете, христиане. У вас в руках Библия. Я не верю ни одному слову. Впрочем, если вы мне докажете, что где я открою Библию, и там про меня написано, я вам поверю. Она говорит, открывайте. Она видит, у него руки дрожат, может от того, что он там сидит или что-то. И он медленно и открывает буквально первую страницу. И написано. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над Богом. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это был день первый. Он говорит, докажите, что это обо мне. Она говорит, вы пожизненное заключение получили. Ждете смертной казни. И Бог к вам сегодня послал меня сказать, есть другая жизнь. Вы смотрите, вот видите, отогнута у вас там жалюзи. И вы видите маленький клочок земли. Но Бог говорит, земля это сердце человека. Есть четыре категории земли. Одна, где сердце ничего не растет, птицы поклевали. Другая, где быстро всходит, но там на камне. Ну, корень-то некуда засохла. А третье сорняки. А четвертое плодородное приносит плод. Ваша земля к какому сорту относится? В вашей душе сплошной враг тьмы и ненависти. Но Дух Божий сегодня касается вашего сердца. Он носится над водами ваших мыслей. Он находит вас. Христос умер за вас. Его причистая кровь сегодня расплавит узы ваши. Вы посмотрели, что тут было. За двумя сцепями он упал и зарыдал. Его никогда не выпустили, но с него сняли оковы. И теперь он по другим камерам ходит с Библией и другим преступникам рассказывает. Что в мире могло подвигнуть его к этому? Бог отверз через женщину эти двери. Вот я смотрю, сейчас показывает фильм про, как его, Ник Войнич. Можете видеть, без рук мальчик родился. Когда он родился, а отец у него стоял здесь, когда рожала. И он увидел, как при родах ребенка увидел, что плечок появилось, а руки нет. Он вышел, чуть в оборот не упал отец. В коридоре стоит, врач вышел, говорит, вам плохо? У меня сын без руки родился. Он говорит, нет, у него обеих рук, обеих ног нет. Он не помнит, как его домой привезли отца. Но никто не знал, что будет. Недавно он женился. Из-за него вышла фотомодель из Австралии. Мне кажется, из Таиланда. И показывает. Он проповедник. Стоит на столе и проповедует всегда у него улыбка. Его слушает не один миллион людей, которые потеряли всякую надежду. А у него одна ласта, вместо ноги какая-то ласта. У него приспособление. Он сам расчесывается, плавает. Такая машинка, если он там этой ластой давит, едет. И на ринге борется там. Он вообще такой развитый. В цирке. И проповедует о Христе. Его подходит, обнимает, целует. Какую надежду вы вселили в нас? У меня вот рука потеряная, я думал, все закончено. Двух рук, двух ног нету, под самые плечи. Как он мог? Вот вчера, это было 10-го, по-моему, августа, да? 12-го года. Мы были у вас здесь, в Новосибирске. Вот. Сколько человек пригласил своих? Знакомых, близких, старковных. Которые в храм ходят, в храме встречаются. Людей 15 где-то. А? Людей 15. Сколько пришло? Один. Один. Вот такой процент. Из званых один пришел. Да и то издалека с опознанием и пораньше ушел. То есть далеко-далеко не все слышал, что здесь. Это нормальная обстановка? Ты не ожидал этого. Ну ж никак. Я другого ждал. Другого ждал. Ну да, другого-то. Так. Неверующих сколько пригласил? Одни неверующих знакомых, которые не церковные. Не-не-не. Человек 10 где-то точно было. Человек 10 где-то точно было. Да вот, Аркадьша, ты друг друга. Только тоже один. Понимаешь, процент попадает такой же, что ходят и что не ходят. Вот вчера такой священник был. Священник говорит. Я не пойму, как. Вот приходят люди. Ну, венчать надо. Говорит. Я венчаю. Спрашиваю. Любят мне друг друга. Все любят. Через три месяца приходят. Второй раз венчать. Уже с теми разбились. Ну и что? Процент развода восемьдесят четыре процента. Что увенчаны, что не увенчаны. Слово Божие, точно так же. Из такого количества один на один. На этот один стоит всех пятнадцати, которые не пришиты. Это хорошо запомнить. Поэтому не количеством измеряется, а отклик, который в глаз Духа Божия нашел человек. Посмотри. Вот вчера выходили вот здесь. Вы уже вышли, а этот Аркаш, он кем работает? Хозяин магазина. Магазина. Вот он выходит и один из всех. Сразу заказал книги. Мне две надо этих. Я говорю, что это трехтомник, три тома. Он полторы тысячи стоит. Ну, я и сказал два. Это что два экземпляра? Это шесть книг будет? Ну, я и сказал шесть. Я ему тогда стал говорить, а Слово Божие не тот. Говорит, ну, мне надо. Сколько так? Пару. Там оказалось одно старое, второе издание. Ладно, потом. Вытаскиваю деньги. Я говорю, что он больше платит. Я говорю, так это больше. Так это же мои бумажки. Понимаете как? Я здесь остановился и говорю, да, я-то ведь шел поспорить, подискутировать, а не получилось у меня этот раз. То есть, видно, у него это уже опыт какой-то есть. Я посмотрел на него, он улыбается и так хитренько смотрит. Почему? О чем он думал дискутировать, видимо, в разговоре было захвачено, а о чем говорить, когда он удовлетворен ответом. Вот и все. Это благословение и есть Господне. А как ты узнаешь Дух Божий? А человеку это невозможно. Вот у меня в университете не раз было. Приходит человек и говорит, уж я же изблуждался в жизни своей. У меня вопросы были. И вдруг, я говорю, когда дверь впервые открыл ваш университет, вы за кафедрой стоите и говорите о том-то. И вдруг остановились, взглянули на меня и стали отвечать на мой первый вопрос. А я говорю, сел на первую парню. Потом вы сразу начинаете второй вопрос по том порядке, в котором они у меня стояли. Сед на новый вопрос, а в этот вечер я получил ответ. А люди, сидящие в зале, они этого и не поняли даже. Они думают, это обычное занятие. Необычное, но было только для одного, а тот, который пришел. Для Аркаши это было необычно. И, может быть, его вопросы были отвечены именно в том порядке. Как узнать Дух Божий? Ты его теперь спроси. С ним как-то побежи сойдись. Зачем он взял два экземпляра? Видели, как он вязанку понес домой? А еще здесь давай раскрывать, смотреть. Ясное дело, что он пришел и не на чердак отнес книги. Так? Да. Так. И этот, который пришел один, видно, что, может быть, угнетенный человек, как-то он все молчал или боялся. Я тебе говорил, будут бунтари, будут затеры. Такое есть. А они будут. Ты постарайся, как хозяин, крепко держать в руках. Сразу предупреди. По делу. И у нас времени нет. А если бывает такое, что начинает неостановимо, значит, просто придется попросить и выйти. Это везде, в любом собрании. По-другому иначе ничего нигде не получится. Но получилось не так. Я попросил дать компьютер, в поисковик сел. Около 30 мест Писания приготовил. Ну, думаю, придут люди верующие. Я их знаю, какое направление. Старобрядцы белоклинической иерархии. И я им задам вопрос. Первый я решил по посланию Иуды. Хотел говорить об общем спасении. Что Иуда имел в виду общее спасение? И почему он вдруг, имея желание, переменил тему разговора? Это я редко на это послание проповедую. Это самое грозное послание в Новом Завете. Если так сказать. То есть самое неукротимое. Он уже не выдержал с такой просто ненавистью. Говорит. Как ненависть? Божественная ненависть. Я ненавижу эти злые дела, Господь говорит. А это он подражает Господу Богу. Это деревья осенние. Дважды умершие. Исторгнутые. Они еще чистят. Они ходят. Обряд соблюдают. Это ничего не дает. Им утешения даже в этой жизни от этого нет. Они непрерывно, как взволнованное море, выбрасывают ил и грязь трехсотлетней давности. Они не могут выйти из этого состояния. И попытки вывести их оттуда ни к чему не приведут. Это делает только Господь. Я приготовил эти места все. Выписал в каком порядке. Буду задавать вопросы. А не мне. Я предположительные их вопросы. И дальше я уже лучше его посмотрел. В этом и смысл быть профессионалом в своем деле. Я предполагаю, какие люди. Какие могут быть вопросы. Я на всех попытался заранее заготовки сделать. Чтобы мне потом не было ждать. Сколько попросил Евангелий на всех. Чистый стол. Много ручек. Бумага. Сядут. Ну, как обычно. Ничего нет. Садиться некому. Считать некому. Ручки лежат невоспользованные. И то, что я написал, я положил в карман. Но мой труд, он не тщетен. Он перед Богом. Я подавил память. Будет встреча в следующий раз. Оно у меня готово. И тебе огорчать от этого не надо. Ну, как я говорил. Будет меньше десяти. Я не приеду. За Черепанова гнать машину мне сюда-обратно. А у меня сегодня день с прессом буквально до минуты. Я должен в Барнауле там загрузить. И приехать туда. Там раскладку книг сделать. Успеть помыться. И завтра мы опять сюда выезжаем. Уже в Томск. Меняем водителя. Но. В общем-то так и наблюдал. Где-то человек. А Сережа сказал. Говорит. Ну, если одного не будет хватать. Неужели не будет? Как Авраам Бога вопрошал. Я говорю. Ну, уж одного если не будет хватать. Придется тоже, наверное, приехать. Тем более, ты говоришь. Я-то пригласил больше. А они не приедут. Так вот, даже местные приехали. Ну, вот это. Тут меня вчера больше всего удивило. Вдруг батюшка появляется. И вовремя. Мать твоя. Моя сестра Валентина. Как-то. Приехали. Первым. Ну, понимаешь. Вот это. Просто. Такой имеешь. Шарм называется. Прекрасный. Привкус. С такой дали. С такой дали. Ехали люди. О ком даже никогда мы не думали. Но это с чего-то тоже стоит. Вот. Ну, и твое мнение. Общий результат всего. Что скажешь? Ожидал, конечно, больше. Ожидал, что придет больше людей. Раз. Потом, как в самой беседе, мне показалось, у вас обычно вы больше говорите о Христе. Говорите о том, как надо прийти ко Христу. У вас, знаете, как привести человека к ногам Христа. А вчера мне показалось, что как-то слишком много было сказано о том, что нет денег. Как-то речь больше шла о деньгах. Для издания книг. А мне казалось, что надо не про это говорить. Мне казалось бы, люди хотели бы другое услышать. Мне вот так казалось. А казалось, и это все стояло на месте. Почему? Сразу и раскрыть. Мое дело оставить после себя след. А след это книги. Я сказал, и через пять минут я спрошу. О чем я говорил пять минут? Половину уже забыли. Потому что наплывает так много информации. А в книгах я остался весь. С переполненным огромным кузовом машины. И каждому я это вложил. У нас главная цель сегодня привести людей к книге. Вот мы еще не ушли никуда. А библиотекарь, я вижу, уже потянули по себе книги. Если бывает до десяти человек. Покажи. Я, вовсе не знаю, как я это говорю. Я хочу сказать. О чем я пойду.